Так, ну сейчас мы приступим к следующему моменту. Мне надо вокруг этого создать вроде короны что-то такое. Не знаю, как лучше это сделать. Есть много способов, как бы, да? Ну, я попробую так. Так, я возьму сейчас обычный, возьму обычный plane, переверну его, G, R по X на 90 градусов. Так, да, вот так. Вытащу его за пределы G, Z, а, Y, извиняюсь, Y. Вот так, где-то, да? И начну его уменьшать. Вот так где-то. Смотрю сбоку, опускаем, S по X, так. И опускаем G по Z, вот сюда, вот так. Так. Ну, теперь как-то мне надо бы это изогнуть, всё. Есть, конечно, один момент, но я решил пойти другим путём. Я возьму сейчас S и уменьшу, вот. Где-то так. Далее. Вот G. И поставлю вот сюда. И здесь мне надо будет сделать вот такую кривую. Вот такую. Вот. Посему мы этим и займёмся. Перейдём в Edit Mode. Тут надо будет сложнее, конечно, немножечко следить за тем, что я делаю. Поднимаем E. Так вот, и R. Стоп, 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 стоп. И так. Разворачиваем. Так. Сразу же придётся следить за этим, за всем. Знаете, есть способ, который легче, мне кажется. Сейчас я проверю его. И вам покажу. Так. Дальше пошли. E. Конечно, можно было бы кривыми без E, как мы говорили, да. Но, ребята, иногда бывает с кривыми сложнее, чем вот сразу же правильно таким образом делать. Ну, не правильно, а как бы мне удобнее. Так. E. Так. R. E. R. E. R. И ещё раз E. И переворачиваем его вот так вот. Так. Так. Увеличиваем S. И подстягиваем сюда. Вот как-то вот так, ребята. Вот такая штука. И теперь мне надо бы, как бы, по... Чтобы он лёг на эту поверхность. По-моему, здесь есть специальный. Я его забыл уже. Специальный, который кладёт. Не помню. Но я пойду вспомню. У меня где-то есть видео. Так. Если мы так сделали с вами. То нам ничего не мешает, если мы скажем, допустим, объект SetOrigin3dCursor. Уберём все ненужные ResetTransform. Так. И тогда мы скажем Mirror. Вот так. Mirror Clipping. Ну, он что-то не особо как хочет, я вижу. Да? Ну, не страшно. Мы скажем, что в Play. Перейдём. Edit Mode. И увидим, что здесь у нас некоторые косяки. Ну, это вообще не страшно. Вот M. Это будет... Центр. И то же самое здесь. М. Центр. Всё. Мы сделали основу. Так. Теперь мне надо приблизить её к этой окружности. Конечно, можно повозиться, каждую подвигать, подвигать. Но я говорю, что есть какой-то способ, когда ты говоришь вот это, и вокруг вот этого обернуть. Какой же это Модифер? Ой, 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 я не помню. Честно, не помню, ребята. Это Bully, Mask, нет, Miro, Multi-Resolution, Remesh, может, это Remesh? Skin Solid, нет, Transculate, Wireframe, Edit. Вот, ладно, остановлюсь, пойду посмотрю, где это у меня было. Хорошо создавать всякие записульки, да? Это, оказывается, Shrink Rape. Вот. Ему надо указать теперь, куда будем на цилиндр накладывать. Ну, что-то я смотрю, что он неохотно так накладывается, если мы скажем и плей. Так, ну-ка. Нет. А, вот так. Вот. Так, это мы скажем и плей. Всё, прекрасно. Теперь метод. Постолько, поскольку он нужен цилиндр. Вот. Вот, 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 вот. Видите, вот так мне это и нужно. А далее, так, вот этот надо убрать. Не хочу я. Вот, вот это я хотел вспомнить, как накладывается эта штука. Так. И теперь я возьму этот объект. Сначала объект выделить надо, три ёлки. Вот так выделить. Потом перейти в эдит мод. Так. И мне есть желание, как бы, немножко её отклонить от вот этого положения. То есть, это будет G по Y. Вот. Так я хочу это сделать. Так. Потом вот эти два. Опять G. А, G по Y. А, нет, 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 нет. Не надо это делать, ребята. Вот так. Мы будем наблюдать за этим. Е, G. Можно, конечно, тоже применить там определённый модификатор и загнуть, как нам надо. Ну, попробуем, он тут не так много, не так сложно. Поэтому G по Z. Вот так вот. Так вот. Так вот. Так вот. И вот этот. Ребята, вот здесь. Мы с вами должны поработать вручную. То есть, вот этот, этот выделить. А, этот и этот объект выделить. И сжать G по X. Вот так. То же самое здесь. G по X. А то она как бы толстовато получается. G по X. И отличная модель. Получилось. Так. Всё хорошо. Далее мы можем уже с ней работать в плане. Мы можем выделить вот это всё, да? И сказать, что у нас E вот сюда. Немножко. Да, пускай будет так. Так. Вот так. И я к тому, что вот тут Ctrl R сделать. Чтобы более такая прямая была эта штука, да? А здесь нет. Почему нет? А потому, что я хочу применить вот сам GV Surface. Единственное, что, чтобы Ctrl R, чтобы это было остренько, я ещё поставлю два Ctrl R. Вот так. Вот так. И здесь Ctrl R. Сожму их вот так. Немножко круглённо сделаю Ctrl R. Э! Нет! 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 Вот здесь Ctrl R. Вот тут. Вот так. Вот так. Вот так я сделал хорошо. Теперь здесь три. 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 И, на всякий случай, объект Mode мы сделаем ещё Smooth. Всё. Вот. Вот. Вот такая хорошая штука. Замечательно. Теперь будем её пробовать. Ну-ка. Объект Set Origin по 3D курсору. Вот он. 3D курсор он стоит. Всё прекрасно. И дальше нам нужен Array. Ребята, нам нужен Array. Я вот смотрю, только как бы немного у нас получилось этих завитушечек-то. Ну, посмотрим сейчас. Мы можем, конечно, сначала Set Origin геометрию сделать и теперь побольше её немножко. Вот так сделать. Вот так. Вот. Вот так будет хорошо. Так. И дальше вернём Set Origin в 3D курсор. Выделим. Вект Origin в 3D курсор. Всё. Всё встало. Так. Уберём все трансформации, какие только могут нам попасться. Так. Пойдём сюда. Возьмём модификатор Array. Ну, нет. Мы уберём отсюда теперь значение Relative. Поменяем на Constance. Объект Offset. Скажем, вокруг чего крутится. Мы сейчас ей скажем, вокруг чего. Это надо Empty ставить. Empty мой любимый. И родной. Вот он встал. Далее мы опять переходим сюда и говорим, что крутится он будет вокруг Empty. Их штук шесть, наверное, должно быть. Шесть. Шесть. Теперь мы берём R и по оси Z раскручиваем. Так. Ну, я вам скажу, что я бы такой, чтобы я добавил ещё одну. Седьмую. Так. Седьмую. Так. И даже, может быть, восьмую. И теперь ещё раз R. Начинаю смотреть. Я хочу, чтобы они как бы друг за друга заходили. Вот таким образом. Ну-ка. У нас не совсем так, как я хотел. А, ну тут правильно. Сейчас. Убираем. Шесть. И смотрим. Крутим сверху. R. Вот так есть. Ну-ка. Даже побольше я бы такой. Такую решёточку, знаете ли. Вот такую решёточку. И посмотреть, сколько нам их надо. Получилось? Ещё одну. Всё. Всё. Вот такая прекрасная коронка, ребята. Вот это я и хотел сделать. Можно, конечно, пока отключить эту штуку. О. И эту S сказать по... Даже не знаю по какому её. Здесь по азоту. Нет. Ну вот так немножечко я. О. Вот так. Ну, теперь опять включим. О. Здравствуйте, Лёш, тётя. О. 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 Давайте пока так оставим. Похоже на коронку? Похоже. Так. А здесь мы сделаем следующее. Мы сейчас возьмём... Что мы возьмём? О. 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 igor. О. 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 Так. Немножко побольше, вот так-так, и пониже GPC, чтобы там не выглядывали эти штуки. Итого, корона готова. Но она должна быть как бы прозрачной, вернее с дырточкой. Поэтому сейчас пойдем в GitMode, выберем вот эту часть, вот эту часть, скажем, сюда ее подвинуть, вот так, выделить эту, выделить эту и сказать Edge Loop. Все. А далее, Ctrl-R сюда подвинули, и Ctrl-R сюда подвинули. Все. Теперь мы такую короночку получили. Для чего она нам нужна? Сейчас я вам покажу, для чего. Shift-A. Мы возьмем теперь сферу. Поднимаем ее наверх. Ножи по Z туда. Увеличиваем. И опускаем. То есть, вы догадались, это будет жемчужина такая. Сейчас я еще чуть поменьше сделаю, чтобы она ее как бы хорошенько обняла. Здесь еще сделаем. Так, фрешно, как тут называется, переукрасим. Так, мы возьмем сейчас Play, опустим его, просто передвинем сюда пока. По Excel. Вот так. Далее мы его, конечно, сейчас сделаем следующий Select. Он у нас Select. А вот E, это уже выйдет нодя. E. Так, отлично. Теперь мы можем сказать ему Ctrl-R. Сюда Ctrl-R. Ctrl-R. Сюда. Лучше смотреть сверху, конечно. И еще раз Ctrl-R. Сюда. И Ctrl-R сюда. Есть. Далее выделяем вот эти фулигончики. С. Немножко увеличиваем. И наверх. Наверх тянем. И чуть-чуть друг к другу. Вот так. И далее просто-напросто говорим Subdivision. Вот такое делаем. Да, но... Здесь я бы такой, чтобы я еще Ctrl-R сделал. Ctrl-R. Вот так. Да. Так выключаю. И Ctrl-R. Угу. Угу. Если мы скажем теперь ему... То он будет очень прилично выглядеть. Вот так. Вот так. Хорошо выглядит. Так. А сюда... Мы сейчас сделаем следующее. Сделаем ее маленькую. С. Вот так. Далее мы ее Ctrl-R. Нет, это будет на G, наверное. Или же на Rotation. Rotation по Y. Далее мы ее вращаем. И подтянем ее к одной из остроконечной вершинки. Так. Смотрим сбоку. И тоже ее как бы немножко вращаем. Так. Уже выводим сюда. И еще вращаем. Главное, чтобы она не врезалась. Так. Вот же. Вот так. Так ее посадить надо. Угу. Вот. Хорошо. Еще уменьшить. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. Ну, подгонка всегда такая. Делать, знаете ли, внутреннее. Вот так, да? Отлично. Солидности не добавьте. Типа вот такой. Или вот такой. Теплый. Да. Как бы вот так она будет красивше смотреться чуть-чуть. Так. Ну, а дальше просто все. Мы ее... Прямите, тут уничтожим. Для нее сделаем новую. Эмте. Так, ну-ка. Не совсем ровно стоит. Не совсем она ровно стоит. Вот так вот. Так, объект. Света-режен. Курсор. Идем теперь. Создаем еще одну МТЮ. Вот она. Так, от него отнимаем все ненужное. Вот так. Трансфорнирован. И берем рэчк. Здесь Relative убираем. Constance, Offset. И говорим, что это МТ. И говорим, сколько я не помню. Там мы делали 10. По-моему. Ну и давайте крутить R по Z. Сколько у нас совершит? Так. Сложно. По-затору. Нет? Нет. Нет. Так. Давайте сделаем следующее. Раз, два. Сколько вершин-то? Давайте попробуем вот так. Вот две, допустим, вершины. Да? Вот две. Стоят не совсем правильно. То есть, надо ее R по Z повернуть. Вот так. Так. Если сказать 3. Стоит более-менее нормально. Дальше. Четыре. Пять. Потом развернем. Шесть. Семь. Немножко ушла уже она. R чуть-чуть. По Z немножко подвинуть. Вот так. И дальше восемь. Девять. Десять. 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 И теперь здесь мы можем повращать ее немножко. Если вот так мы все сделали правильно. Более-менее. Не совсем, конечно. Не пойдет. Ладно, тогда мы сделаем так. Опускаем play. Play. И немножечко R по Z повернем. Да, что ж такое. Вот так. Все. Прекрасно. Теперь правильно все стоит. И как вы, наверное, догадались, сюда надо еще поставить Доби. А Доби кто у нас? Место кто у нас Доби? Это бриллиантик. Это вот бриллиантик. Запоминаем. У нас их одиннадцать. Так. Мы его. Теперь. Разворачиваем. R по X на 90. Вытаскиваем. G. Уменьшаем. Это тоже будет еще песня та подогнать. Так. Ну, давайте вот так попробуем сбоку, допустим. Разворачиваем. Уменьшаем. G. Тащим. А вот сюда. Втыкаем сюда. И смотрим. Не совсем так получилось, но ничего. Сейчас. Подгоним. Жим. Пустал? Нифига. А с какой стороны? Можно посмотреть, встал он или не встал. Вот так, если. Сверху видно, что он не стоит. Вот так. Вот так будет лучше. И сдвинуть чуть-чуть. Так вот. По-моему, все. Нет, много. Перестарался. Так должно быть. Хорошо. Вот. И теперь тоже. Эту МТУ мы убираем. Апатя, апатя. Ничего мы не убираем. Вот. Этих надо убрать. Плей сказать. Вот. И после этого мы знаем, что убрать. Они останутся на месте. Так. Короче, вот это. Да. Мы говорим, что объект 3D-курсор. Убираем все в него. Рисетт Али-трансформ. По нулям его делаем. Так же. Ну а дальше, ребята, очень просто все. Мы ставим МТУ. Вот она, она. Встала. И вокруг нее начнем вращать сейчас. Ры. Ры. Одиннадцать штук. Одиннадцать. Это убираем. Это ставим. Это здесь. Говорим. МТУ. И теперь. Берем R и по Z. Крутим. Пока они не станут все на место. Вот это. А что они хотят? Вот так. Тоже не хотят. Зараза какие. Беда мне с вами, ребята. Вот так. Все сделаем точно так же. Сейчас. Убираем. Оставляем две. Да. И видим, что нифига подобного. Р. По Z. Готов. Так вот. Встала. Вот. А теперь мы можем добавлять спокойно. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Все. Ну. Чуть-чуть. Оставляем. Извините. Три. Вустим. Три. 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 В следующем видео уже будет делать кольцо. Хорошо?